Выписка из ЕГРН – это официальный документ, который содержит характеристику объекта недвижимости и данные о собственнике. Однако с 1 марта узнать о владельце квартиры из такой выписки будет нельзя. Вступают в силу законодательные изменения, которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных и предотвратят рост мошенничеств на рынке недвижимости, особенно в отношении социально незащищенных граждан. Третьи лица не смогут узнать фамилию, имя отчества и дату рождения владельца квартиры. Эта информация по умолчанию будет закрытой, но не для всех. Закон оставляет круг лиц, которые могут получать персональные данные о правообладателе. К таким лицам относятся супруги правообладателей, сособственники соответствующих объектов недвижимости, соседи по земельным участкам при наличии границ введенного государственного рейса недвижимости. Также такую информацию могут получать наниматели соответствующего жилья при условии, если соответствующий найм зарегистрирован в едином госреестре недвижимости. Однако владелец жилья может рассекретить свои данные, например, если он заинтересован в том, чтобы они стали доступны потенциальным покупателям при совершении сделки. Он может обратиться в Росреестр. Это действие является абсолютно бесплатным, оно является доступным. Это действие можно совершить как в электронном виде на портале Росреестр, на портале госуслуг, так и, соответственно, обратиться непосредственно лично в многофункциональный центр для того, чтобы внести соответствующую информацию в ЕГРН и раскрыть свои персональные данные. То есть в ЕГРН будет делаться соответствующая запись о том, что правообладатель самостоятельно попросил открыть о нем фамилию, имя, отчество и дату рождения. Как только необходимость отпадет, собственник может написать заявление и снова закрыть свои персональные данные. Вот эта информация, она с одной стороны является персональной, она с одной стороны решает вопросы, чтобы не все имели доступ к информации о том, кто является собственником помещений, в некоторых случаях это является ценной информацией. Но вот теперь это изменение ввели и нужно понимать, как с этим работать, потому что оно, конечно, затруднит работу, например, для сделок с недвижимым имуществом, возможно, для проверки объектов недвижимого имущества, но вот норма такая. Например, при решении коммунальных проблем придется обращаться с заявлением к нотариусу. Такая ситуация может возникнуть, когда в доме один сосед залил другого. Возникает так называемое обязательство из причинения вреда. Тот сосед, которого пролили, он в этом случае фиксирует данную ситуацию, получает соответствующие документы о том, откуда произошел пролив. И затем он может обратиться к нотариусу. Нотариус, соответственно, посмотрит наличие оснований, предусмотренных законом, для предоставления ему такой информации. И в случае, если посчитает такие основания достаточными, он получит самостоятельную информацию из ИГРН и предоставит ее такому лицу. Новые законодательные нормы распространяются только на физических лиц. Сведения о юридических лицах по-прежнему будут общедоступными. Их продолжат указывать в выписках из Единого государственного реестра недвижимости. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События.